И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши ученики. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы проходим тему мануального массажа сразу с воздействием на космосвязочный аппарат. Массаж у нас идет спины. Спину мы включаем от головы до ягодиц. Но сейчас я вам покажу всю схему, которую мы разбирали и рисовали тут на доске, ради понимания последовательности нашего движения. Что, для чего и почему мы их делаем именно такими. Кладем пациента горизонтально на стол. Работаем мы с противоположной зоной человека. Обнажили, оголили то, что нам нужно для работы. Его одежду, чтобы не смять, мы его так закатали простынью. Рабочую зону полностью расслабили и раскрыли. Для этого мы поворачиваем его голову в нашу сторону. Раскрывая таким образом шею и трапециевидную мышцу. Да, руку лучше. Вот правильно, он переложил, вот так вот по диагонали положить. Либо можно положить на стол. Вот он немножко напряг. Помогли ему расслабить. Вот так вот. Если у человека выпирает лопатка сильно, она нам будет мешать. Мы можем это в процессе, в принципе, потом переложить ее вот сюда. Переднюю руку к нам перекладываем наверх к голове, чтобы нам не мешало она двигаться. Так. И, ну как любой массаж, я уже там написал неоднократно, мы начинаем с растираний. С поглаживанием масла, мы уже заранее нанесли. Поэтому, подробно на растирание не буду останавливаться, просто покажу приемы, да. Теперь левидное. Два прохода делаем, ну тоже зависит от объема человека. Поперечное растирание всей зоны целиком. То есть мы идем от общего к частному. От поверхностного массажа, да. Потом будем проходить к более точечному, детальному и более глубокому проработку точек, элементов, спазмов. Потом растирание продольное. Вдоль всей спины имеете ввиду. Продольное растирание переходит от ладони, где мы ее прижимаем плотно, да, к... Причем ладонь не разминает именно вот так вот, да, тело, а растирает. Растирает это поверхностное. То есть у вас должен быть звук ших-ших-ших-ших, вот так слышно. Растирание мы будем включать еще в промежутках, когда будем переходить к какой-то конкретной зоне. К лопаточной, там, либо к ягодичной. Вот, следующий прием. Разворачиваем руку на ладонь и отделяем мясо от костей. Это, соответственно, от остистых отростков. Вот эту паравертебральную мышцу нам надо отодвинуть. Мы сюда вот между ними впиваемся ладонью. Начинаем от крестца, спускаемся мимо позвоночника и вот по вот этой зоне будем идти. Разделяем сначала ее... Прием называется стежки, как будто стегают одежду. Разделяем примерно на четыре части. Раз, два, три, четыре. В следующий раз разделим на три части. В следующий раз на две части и потом на одну часть. Для более лучшего прогревания и детальной проработки мы это делаем. Поза у нас, соответственно, всегда. Мы находимся вокруг, возле обрабатываемой зоны по центру. И наша точка Донтянь, ниже пупка, которая на четыре цуня, она находится по центру этой зоны. Вот вокруг мы ее и пляшем. Поседаем, поднимаемся. То есть наша поза, она свободная и пружинистая такая. Для вот этой проработки стежков нам надо немножко развернуть стопы. Это ролик про эргономику и позы, которые мы используем в массаже. А сейчас покажу, что мы делаем со стежками. Значит, смотрите. На каждой зоне примерно три-четыре прохода быстрых. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь по три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Две зоны. Раз, два, три, четыре. А это одна зона. Вот, сразу видно покраснение. Пошло тепло. Чувствуешь, да? Вот. Вторую руку я тут не добавляю. Она, наоборот, у меня либо как махарик просто работает, да, расслабляется. Либо я упор немножко делаю. То есть половина, левая половина, в данном случае, моего корпуса, она отдыхает. Так. Растерли. Подключаем выжимку. Выжимку можно включать между любыми приемами. Это плотно облегает рука с утяжелением. Мягко ведет лимфу, межклеточную жидкость в подмышечную впадину. Второй проход в подключичную впадину. Вот, прямо туда заходит. Вот туда. Потому что лимфа там, в протоке спереди. Переходим к следующей зоне лопаточной, да, плечи лопаточные. Для этого мы переступаем немножко ближе к ней, чтобы точка наша находилась по центру этой зоны. Здесь мышцы расположены веерно. Соответственно, мы продольную долю этих мышц прорабатываем рёбрами ладоней, открытыми ладонями. Одну ладонь меняем, раскрываем большой палец, ещё больше. И получается у нас уже разминающее движение. Мы уже начинаем разминать. Согрели мы уже достаточно. Рука подаёт ткани. Вот видите, вот сюда, вот таким вот валиком они накатываются. Далее, одна рука заменяется. То есть мы сначала так растирали, да? Потом вот так. Потом торгнули палец, значит растираться вот так. Потом подключается всё предплечье до локтя. Быстрые, энергичные движения. Меняем руку. Уже разминаем шею. Видите? Тропитевидную мышцу вот прям снизу приподнимаем. В процессе всего массажа мы постоянно будем к ней возвращаться, возвращаться и поднимать, поднимать назад. Оттягиваю её к сзади. Размяли продольно. Теперь развернули по диагонали и будем разминать поперечно. Прошлись до конца. Туда и обратно. И переходим к следующей зоне, ягодичной. Для этого опять подставляем ногу, разворачиваемся лицом к ней. Опять её растёрли. Растёрли от крестца, от копчика практически, до поясницы быстрыми энергичными движениями. Чтобы усилить наше движение, мы представляем, как будто мы стоим на, знаете, есть такой диск, на котором мы вот так вот вращаемся. У нас здесь наш корпус играет и задаёт нам импульс нашим рукам. Таким образом мы как бы не тратим силу рук, больше вкладываем кинетическую энергию в человека, да. Кинетическая энергия трения переходит в тепловую энергию. И с другой стороны для нас, для самих это тоже полезно, это некого рода фитнес. Мы занимаемся. Одна рука переходит на предплечье, можно двумя руками подплечьем поработать. Теперь мышцы на ягодице, они растут веерно, вот всё так, от вертелобедренной кости. Большой вертелобедренной кости называется. Их мы прорабатываем, значит, в дольных поперёк, продольно и поперечно. Ну вот, такое промежуточное разминание из классики. Мы закончили. Теперь переходим к вибрациям. Первая вибрация, это мы берём валик, вот этот вот, паравертебральный, и проходим его, как будто бы змею, вот так вот мы отпускаем. Очень похоже на двойной кольцевой захват, когда мы работаем вот так, да, с большими тканями. Но тут нам надо всего лишь вот такой валик. Вот примерно наши мышцы вот так находятся, да, и мы её должны вот так вот всю. пройти. Все наши движения, как вы помните, лучше всего делать снизу вверх. При распределении по зону, я вам говорил уже, что мы начинаем обычно слева, со стороны сердца, то есть вот эту часть первую мы разработали. Ну, в данном случае для демонстрации мы показываем справа. Значит, берём эту мышцу и прорабатываем. Ну и с другой стороны, смотрите, я запястьем рук раскачиваю его тело, чтобы оно тоже ходило, вот видите, растрясалось, раскачивалось. Помимо проработки мышцы, ещё дополнительно стимуляция запястьем идёт. Вот. Во время этого идёт дополнительная разгрузка всех сочленений позвоночника, потому что здоровый позвоночник тогда, когда, если мы вот задали качание, да, мы должны увидеть, что импульс дошёл до конца, до макушки, а в ту сторону до пяток. Следующий приём вибрации, это ольха называется, стряхим листьев с ольхи. Рука прямая, единственное движение, которое идёт не от ног, а от пальцев рук, то есть мы за счёт пальцев рук создаём такой тремор. И растрясаем его, растрясаем его клеточки, как будто бы даже не наша рука идёт, а такой аппарат механический. Это похоже, да, как будто бы что-то включили такой. Вибратор включили. Следующая вибрация, это мы ставим руку опять так же, да, только мы вторую руку создаём движение, вот такой, кивок такой. Проходим область плавающих ребер, и дальше вдавливаем по диагонали в него, под 45 градусов вперёд и под 45 градусов, ну, в стол, в стол получается, вниз и в стол. Наше воздействие идёт в основном вот на вот это, на сочленение, вот когда мышцы отодвигаем, да, вот тут видно, вот этот бугор идёт, рёберно-оперечных сочленений, рёберно-позвоночных сочленений. Ну, здесь близко показано, да, на самом деле это вот от середины позвоночника до него, ну, примерно сантиметров семь, где-то восемь получается. Вот, мы таким образом уже эти компрессируем, постоянно двигаясь вверх. Амплитуду при этом можем менять, ну, например, вот тут прошли побыстрее, здесь почувствовать, что какая-то есть жёсткость, блок, да, мы там можем посильнее его продавить, и уже услышать хруст, траст. Следующий приём разминания – это большим пальцем мы ведём, опять же, по этой зоне между очистыми отростками и паравертебрными мышцами поглубже ведём и прощупываем, где есть какой-то спазмик, где есть блок, жировик, там, может, ещё что-то там, смещение позвонков. Диагностируем, вот, выжимку я уже вам показывал, да, это вот первый приём – диагностика, второй – выжимка, третий – это подбитие позвонков остистых, да, мы, как бы, дополнительно стимулируем к ротированию. Вот, и четвёртый приём – это объединение вот этих вот всех трёх приёмов, подключаем, плюс четвёртый – растягивание, раскачивание запястья. Сейчас объединим все их четыре в один. Демонстрируем. Поставили палец. Палец можно поставить поглубже, да, ногти мешают, можно поставить вот эту часть к позвонкам, можно поставить боком, чтобы ему было мягче, да. Ну, желательно, чтобы ваша подушечка всё-таки касалась, она самочувствительная. Вот, вторую руку делаем утяжеление через большой палец, вот мы его уже утяжелили, и наложили на вторую руку, да, и пошли, вот такой мощный проход. При этом, видите, я раскачиваю вот всё его тело. Всё тело ходит в ходуном, раскачивается. Это наше первое глубокое внедрение в тело человека. Мы подключаемся к его подсознанию, подсказывая, что сейчас будет работа более глубже. Следующий наш приём – это вот приёмы кулачками, лапы леопарда. Про эти приёмы я уже много рассказывал, поэтому подробно не буду на них останавливаться, покажу, как мы действуем, да. Размяли уже локально вот эту зону. Лопатку, плечо, трапецию, дальтовидные мышцы. Метод шестерёнок, да. Вот мы ходим вот так, вот так наши руки работают, где удобно вот захватить, да, захватываем. Потом шестерёнки вот так друг против друга. Ткани как бы раздавливают между собой. Теперь делаем захват. Один раз в этих точках. Второй раз и третий раз вот здесь. Раз, два. Отрываем плечо и бросаем его на стол. Следующий приём. Приподнимаем плечо, встряхнули его. Такой вибрации, оно как бы вот вытекло, легло назад. Как жили, раз. Теперь двойной кольцевой захват, классический, да, мы заменили на то же самое, только лапы леопарда. Достаточно глубокая проработка. Всех мышц спины. И переходим теперь к кулачковым техникам, когда мы паравертебральные мышцы опять отделяем от позвоночника. Вот к периферии действуем. То есть мы раскрываем их, вот растягиваем. Видно, да, насколько вот она тянется? Тут у нас первая рука, которая ближе к голове ведущая, вот она задает движение, вторая подключается. Приём называется «Открыть ключи шлюзов». Открыли. Следующий приём. Открываем шлюз. Опять все приёмы идём снизу вверх. Открываем шлюз. Потекла вода. Открываем шлюз. Потекла вода. Открываем шлюз. Потекла вода. Соответственно, это мы переработанную лимфу, межклеточную жидкость, вводим вперёд организма в подмышечные впадины, в подключичные впадины и в паховую зону. Теперь всю эту мышцу мы провибрируем уже более глубоко кулаком. Если мы до этого вибрировали вот так вот поверхностно, да, по коже, то теперь глубоко встали на паравертибральные мышцы. По ребраму тут нет смысла вести, будет больно. И на паравертибральные мышцы с утяжелением. То есть у нас работают эти косточки. Достаточно глубоко прошлись. Захватили опять же трапецию, натянули её на себя. Ну, можно два раза пройтись. Раскрыли кулак лапы леопарда и с утяжелением дополнительно трение уже такое жёсткое. Видите, как покраснел человек. Переходный момент на поясницу и перешли к ягодицам. Размяли все ягодицы вдоль волокон. Теперь приём называется куриная лапка Гудвина. Когда мы отодвигаем все пальчики вместе, да, и отодвигаем все в разные стороны. То есть вот они, в стороны всё сдвигаются. Здесь есть крестцово-подвздошное сочленение, да, где идут вот такие вот, такой вот валик мышц, они коротенькие. По полтора сантиметра, по пол, по сантиметру, по пол сантиметра. Вот. Их мы, вместо стыка, да, вот L5-S1, где позвоночник переходит в крестец. Вот. Рядом находятся точки, вот где начинаются вот эти вот пары, ой, крестцово-подвздошное сочленение, да. Их мы прорабатываем таким образом, что с одной и с другой стороны ставим большие пальцы. Сделаем лапу леопарда. А с этой стороны, вот, к крестцу крепится ягодичная мышца. Мы их отрываем, отодвигаем. В одновременное движение. Видите, пальцы расширяются. Вот так проработали. Переходим ко всей ягодице. Хаотично, кулаками ее массируем, как тесто, в разные стороны, на растягивание, на скручивание, на сжатие, на растяжение. Во все стороны хаотично. Сдаем такое бровнувское движение в ягодице. Далее прорабатываем вот этот крестец, как раз, про который я вам говорил, да, пять срочек с позвонков. Но у них есть, остались отростки. Вот, во-первых, вот эти мышцы. Я вам их неоднократно показывал. Вот они идут, крепление подвздошной кости к крестцу. Проходим их вдоль, поперек. Простукиваем. Особенно там, где у человека болит, они прям просят залезть поглубже вот туда, вот делаем из пальца молоточек. Ну, это не каждому, кстати, надо, да, это вот именно те, кто жалуется на конкретную область до более глубокой проработки. Простучали молоточком. Любовно прошлись так мягко. Круги такие вокруг каждого чистого тросточка. Доходим до последней пятой косточки крестца. Она раздвоенная. Вот, ее легко почувствовать. Видно, да? То есть, эти были по одному, тут она раздвоенная. Здесь находится точка. Следующая точка находится ниже, вот где крепится крестец. ой, копчик, копчик. Вот. Точка очень сильно акупунктурная, повышает потенцию, влияет на половую сферу. Далее, вот так вот по трапеции идет, сейчас покажу крестец, соответственно, он примерно вот такой вот такой формы. Ну, там копчик пошел. У него, так как это пять сверзшихся отростков, да, у него есть промежуточные, поперечные отростки, между которыми выходят нервы. Вот здесь это видно, да, четыре выхода нерва. Примерно, они находятся, соответственно, здесь, 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 четыре точки. Пятая точка, вот сама ямочка, да, сама ямочка, это вот кость гребенном подвздошном кости. Кость сама на дни, а мышцы крепятся под ней, то есть мышцы ягодично заканчиваются вот тут, но сама кость, сейчас показываю, то есть визуально нам кажется ягодицы заканчиваются здесь, да, гребенном подвздошном кости, вот он где заканчивается, я вам его нарисую, вот так идет, видите, гораздо выше. Точечно мы впиваемся в эти точки, как бы метод шрацу, это ввинчиваемся и вывинчиваемся оттуда. Но не получается винтиться, да, хотя бы нажмите и провибрируйте. Саму косточку вот эту промяли, тут бывают очень больные места, там у людей такие шарики скатываются, шлаки всякие, жиры. Теперь по гребню подвздошной кости мы спускаемся вниз, делая три прохода с такой вибрацией по росту мышц, по месту укрепления мышц, по самому гребню и над гребнем. Получается вот раз проход, два проход, три прохода. Ну, здесь не важно какими, сколькими пальцами, одним пальцем, тремя, большим пальцем, в общем-то, не важно чем. Уводим все в подпаховую зону и теперь наше тело разворачивается для того, чтобы сделать упор с этой стороны на таз, да, а с этой стороны таза мы будем обрабатывать достаточно грубо и глубоко уже кулачками. Значит, первый прием это шестеренка. Ну, шестеренку мы не делаем вот так вот, да, а все-таки ведем поперек всех этих мышц вокруг большого вертела подвздошной кости. Делаем проходы раз, два, три, ну, практически все охватили всю эту зону. Не забываем до низа самого дойти. Второй проход и третий проход. Теперь кулаками достаточно глубоко проходимся поперек этих мышц опять же и можем почувствовать ну, тоже три прохода, да, до косточки, по косточке не ведем, по косточке больно будет до места крепления этих мышц. Уже делаем достаточно глубоко, так что можем понять, где идет какое-то натяжение, где идет какая-то мышца спазмирована, да, если она спазмирована, я вам уже говорил в прошлых роликах, да, мы можем ее продавить методом релизинга, то есть она вот натянута так, да, мы ее тянем, сейчас еще раз покажу, вот, она натянута вот так вот, да, мы ее растягиваем в противную сторону, ну, поперечно, пока она не выскочит, да, и не распрямится, либо место крепления этой мышцы мы продавливаем точечно, надавили, на вдохе, вдох, надавили, эти точки бывают очень болезненные, отпустили, это тут метод шланга, вот у тебя не больно, например? болит, есть, да? ну, как неприятного внутрь отдает, ну, вот, эти места мы находим, да, прожимаем их, отпустили, второй способ нажать на точке, это мы, соответственно, берем вот эту мышцу, ну, вот, она, кстати, перекатывается, вот, толщиной примерно вот такой, прожимаем эту точку, нужно немножко под углом, так, тихо, 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 чтобы не, вот так, больно, да, вот, второй способ дышим, продышиваем, дыши, спокойно, медленно, вдох, идешь через эту точку, еще раз, и вот, сейчас она отляжет, ну, легче стало? нет, отпускает по чуть-чуть, по чуть-чуть, отпускает, да, внутри там, ну, вот, демонстрация, мы сейчас снимаем ролик, начнем, чтобы время долго не тратить, батарейки могут сесть, вот так мы прорабатываем эти места, да, если там совсем прямо жестко, да, то мы берем эту мышцу посередине, ну, прорабатываем, во-первых, точки места крепления здесь, места крепления здесь, если, вот, она прям жесткая, она передавливается дальше, 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 дальше начинается отсюда, вот с этой точки, и идет по центру бедра ноги, вот, выходит здесь, из-под седалищной кости, они его пережимают, отсюда идет боль, отсюда начинается, ишиалгия, ишиаз, и, в общем, иннервация в ногу, вплоть до пальцев, так, в этом случае, мы эту точку прожимаем, ну, кстати, там есть такой тест, можно проверить, когда подкладываем ногу с пяткой, ну, вот, у человека гибкость очень хорошая, ну, и нет, в принципе, не болит здесь, да, ну, там было, бывает видно, прям, за один сеанс, то у человека нога, вот, не доходит до сюда, вот, примерно, кулак с большим пальцем остается, да, после сеанса, она сгибается, буквально где-то три пальца остается, у кого-то и два пальца остается буквально, вот, какие методы мы это прорабатываем, ну, кстати, грушевидная мышца, да, она вот так вот идет, как раз именно здесь, от крестца, до веса лобитной кости, это нам больше всего виновата в том, что пережимается дальше нерв, тогда мы заходим достаточно глубоко, острием локтя, размассировали эту мышцу, и перпендикулярно ей сбросили, то есть, как я вот показывал, да, перпендикулярно, так же любой другой, вот тут, например, перпендикулярно, раз, сбросили, в частном случае, когда тут уже такие воспаленные мышцы, да, мы можем дополнительно раскрыть человека, развернув его коленку вот так, видите, бедро нам поднялось выше, и прорабатываем тогда уже отдельно вот эти вот нюансы, вот эти вот места, локтями, точками, шестеренками, и всеми известными нами способами, которые мы неоднократно показывали на наших тренингах, если вы нас смотрите только по видео, то зря вы это делаете, лучше приходите на тренинги и убедитесь все воочию, мы вам поставим руки, и вы сразу отсюда уйдете готовыми профессионалами, мастерами своего дела, так, ну а в нашем частном общем случае, да, про массаж ягодиц этой зоны, еще раз повторю, мы делаем три прохода шестеренок, раз, два, три, да, три прохода кулаком, несколько проходов вдоль этих мышц с вибрацией кулаком, ну вот у меня получилось четыре, плюс крестец пятая вибрация, на, там где он начинает с позвоночника, уже дальше не давим, то есть на крестец можно давить, это достаточно мощная, серьезная кость, а здесь не давим, особенно если у человека есть грыжа, будет очень больно, поэтому наши пальцы расползаются, и мы обхватываем остистые отростки, это вот эти, да, своими пальцами, начинаем вибрацию, вибрация не такая мелкодробная, да, нам надо раскачать сегменты позвоночника, друг от друга, от другого сегмента, сегмент это два позвонка соседних, и диск между ними, называется сегментом, поэтому у нас скачание, вот с утяжелением, да, они такие, достаточно вот мощные, расслабились, и фактически с этого момента мы переходим от работы кулаками на локтевые техники, где закончили, там и продолжаем, тут у нас прием называется нож входит в масло, между нижними ребрами, плавающими, да, и подвздошим костю, натянуты мышцы, они часто бывают спазмированы, с одной, например, стороны, да, что влечет за собой сколиоз, что влечет за собой поднятие таза, что влечет за собой укорочение ноги, ну и так далее, все остальные проблемы еще с почками могут возникнуть, с желчным пузырем, мы их растягиваем так, входим сюда, у нас тело идет от мизинца, шире, 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 все предплечье, видите, шире, шире, шире входит до локтя, ну, локтем, смотрите, не давите, просто некоторым людям бывает больно, да, некоторым наоборот, они могут это специально, ну, вытерпите, даже специально просить, чтобы помогли сделать, нас идем над гребнем большую костью подвздошной, обоими руками, закругляемся, дна рука встает в позицию, будем делать кольцевую окружность по ягодицам, а вторая рука дошла до лопаток, кольцевая окружность вокруг вот этой точки, раз большой круг, два круг, три круг, четыре, дошли до сюда, да, в этот момент эта рука подготовилась, размяла плечо, еще раз его тянула назад, и развернулась в кулачок, вдоль позвоночника мы еще раз раскачиваем, вибрируем, но это делаем одновременно с четырьмя проходами локтя, вдоль мышечных ягодиц, фу ты, ягодичных мышц, уже заговариваюсь, извините, друзья, много времени преподают целый день, устал уже, вот, то есть мы установили точку, да, ну, давайте изначально покажу, вот еще раз, нож входит в масло, ягодичные мышцы круговыми движениями проработали, плечо размяли, растянули, встали в исходную точку, и параллельно две руки действуют не синхронно, а в разных направлениях. Следующий прием, вот мы зажали теперь его снизу, будем поднимать ягодицу, а тут предплечьем ее расплющивать, потом наоборот, поднимаем ягодицу предплечьем, рукой ее раздавливаем, вот так вот полностью, всю, целиком вот, большие мышцы широкие, размяли, поставили локоть на, над костью, да, вот тут, будем сейчас простукивать, плуней, мы не стучим по мясу, да, ну, вот сюда, это бессмысленно, не стучим по самой косточке, это немножко больно будет, да, мы стучим над ней, как бы создавая, создавая такой небольшой валик, мышечный буфер, такой, чтобы было мягче, стучим, естественно, по диагонали, вниз и назад, потому что, работаем с тазом, в данном случае, вот от этой точки, все кости, которые находятся ниже, мы их оттягиваем, декомпрессируем вниз, все, что выше, декомпрессируем вверх, еще раз показываю, поставили, и простучали, теперь делаем спиралевидные движения, по позвонку, не по позвонку, конечно, да, на позвоночник не наступаем, это я уже многократно рассказывал, да, спиралевидные движения идут вдоль позвоночника вверх, в месте сочинения позвонково-реберного, да, мы делаем небольшой, ну, плавающий ребр пропускаем, да, а вот тут уже посильнее, вот можем сделать, такой, как бы, кивок туда, в сторону, для большей декомпрессии, второй проход делаем широкий, во всей спине, но мягкий, то есть мы остреем руки, не давим на ребра, на выпирающие косточки лопаток, да, мы разворачиваем руку вот так вот, да, и вот это плоскостью, и переходим в прием рубанок, рубанок это вот быстрые, энергичные, параллельные по позвонку движения, ну, тоже получается, раз, два, три, ну, четыре примерно прохода, потом рубанок разворачивается, ягодицу размяли, под углом в ту сторону, да, мышцы квадратные размяли, широчайшую мышцу спины отдельно размяли, трапецию вместе с лопаткой оттягиваем в сторону, тут движение очень энергичное и быстрое вот в ту сторону, и таким образом мы переходим, где закончили, да, следующей рукой, начинаем движение рук параллельно методом роллинга, при этом стараемся дополнительно вот раскачать тело человека, заканчиваем движение здесь, и начинается у нас яхта, регат, вот тут они вот нарисованы, то есть сначала ставим лодочки, потом яхта, ну, регата, первая лодочка, она такая длинная, протяжная, мы внедряемся между плавающими ребрами и подвздошной костью, внедрились и растянули их, так, минуты, секунд, десять постояли, и дальше пошли ставить лодочки возле причала, ну, условно, позвоночек это причал, да, вот ставим эти яхты, теперь пошла регата, раздвигаем мощным движением, конусообразным наших рук, его позвонки, дополнительно декомпрессируем, вот тот случай, когда я говорил, лопатка нам немножко мешает, тогда руку можно пустить вниз, и четвертый проход, делаем здесь, оттягивая за череп шею, и за плечо руку, видите, дополнительно растяжение идет, также получается четыре прохода, сейчас я сделал раз, два, три, четыре, потом раз, два, три прохода, потом два прохода, потом один проход, быстро демонстрируем, раз, два, три, раз, два, и один проход, растягиваем все тело, боковые мышцы тоже захватываем, и также тянем, 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 как можно дальше и сильнее, подготовили теперь его к трасту и хрусту, восстанавливаем локоть на крестец, он захватывает, вот гребень положим кости, и крестец подогонали стоит, тут плотное такое место, вот оно его держит, можно зацепиться, я за что зацепиться, а второй локоть переходит границу остистых отростков на ту сторону, вот, чтобы было безопасно, и раскачиваем его в противофазе с декомпрессией, раздавливая в разные стороны, раздвигая позвонки в разные стороны, теперь мы спускаемся рукой ниже, опять держимся за гребень позвоночной кости, то есть над ним, будем отводить в ту сторону, а эту руку мощно, параллельным движением ведем вдоль позвоночника вверх, продавливая где надо, помогаем себе головой, человек отдыхает, мы медленно захватываем трапециевидную мышцу, вторая рука догоняет нашу руку, и разминаем еще раз трапециевидную мышцу, переходим таким образом к лопаточной зоне, поднимаем руку назад, эта рука у нас ложится опять на крестец, достаточно мягко и сильно может лежать, и она у нас не работает сейчас, а управляет, наш корпус тела теперь уже правый, лежит, просто отдыхает, нога вот это вот просто висит, этим локтем мы можем что сделать, приподнять руку, чтобы проработать спереди, подтянуть на себя, чтобы растянуть, видите, дополнительно растянуть трапецию, проработать здесь, опустить вниз, чтобы раскрылась лопатка, чтобы проработать здесь, ну вот, начнем с первого приема, дельтовидные мышцы размяли, местные крепления, грудную малую мышцу, растянули, размяли, теперь лопатку, потянули вверх, вниз, полигональ так получается, таким образом растягиваем здесь, в эту сторону ромбовидные мышцы, в эту сторону зубчатые мышцы, опустили руку, раскрыв нам заднюю часть, размяли, растерли, согрели еще раз эту часть, мягко перешли на локоть, опять вот, спиралевидные движения, лопатку отодвинули в сторону, ну, если так больно, да, опять можете поменять руку, чтобы, вот, более широко и мягко проработать эту зону, перешли на вот это место, где у нас трапеция, и чтобы ее растянуть, вот, растягиваем, локтем прорабатываем, растягиваем, прорабатываем, опять поднимаем эту мышцу несколько раз вверх, и переходим к точкам, первая точка, это вот, место крепления, карбинального отростка и ключицы, вот здесь, вторая точка посередине, третья точка, где уголок лопатки, все приемы, жмем перпендикулярно в тело человека, тут, соответственно, в лопатку, в эту сторону, и дали прокачать немножко вот, подвижность увеличили, показали клиенту, что надо расслабить руку, и сами массировали его же лопаткой, о, наш палец, получается вот такой вот массаж, обратный, теперь трапециевидные мышцы растут вот так вот, здесь снизу вверх, подиагонали, здесь прямо, здесь сверху вниз, так вот мы их обрабатываем кулачком, методом вибрации, раз проработали, два, три, четыре, пять, и поперек всех мышц, все, человек отдыхает, мы уже более мягкими техниками, опускаемся вниз, круглые мышцы, вот, вот, видно было, вот большая круглая мышца, вот малая, размяли их, теперь вот мы перешли к финалу, все остальные движения мы делаем успокоительные и в обратную сторону, то есть мы вот внедряемся пальцами между ребер, с вибрацией такой, массируем межреберные мышцы, освобождая межреберную невралгию, и опять же, вводя лимфу, вперед и подмышку, потом простучали, прослопали и провибрировали. Ну, встряска такая, вот взяли мышцу, это не поверхностно мы так вот трем, да, а мы вот взяли мышцу и растянули ее с таким дрожащим эффектом. Все, поглаживаем ее легкое, и человек отдыхает. Вот на этом наша половинка спины покрылась здоровым румянцем, с чем мы вас и поздравляем, обычно я говорю, да, тургар кожи отличный, покраснение, это здоровый показатель здорового, здорового тела, трофика ткани в норме, кровообращение вообще великолепное, так что все хорошо, мы рады, что мы этого добились, да, 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 покажи палец в кадр, молодец, и переходим к другой части спины, либо к массажу шеи и головы, но об этом мы сделаем в следующий видеоролик, а может даже не будем делать, вы лучше приходите к вам на тренинг, здесь все поймете на натуре, отработайте эти навыки, и с готовыми навыками в руках пойдете зарабатывать с новой профессией, а мне, Олегу Голову Гудвину, пишите просто комментарии, вам это не сложно, приятные отзывы, а мне будет приятно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, до новых встреч, дорогие друзья!